На нехорошую квартиру жалуются жители одного из домов по улице Клубной в Хабаровске. Принадлежит жилье муниципалитету, издается в социальный найм. Но проживающие в нем уже давно не платят за коммунальные услуги. По сути, городская собственность стала притоном. Ирина Забродина побывала там. Находится нехорошая квартира на первом этаже. Окно, настишь, открыто уже больше недели. В каком состоянии система отопления, неизвестно. Соседи говорят, квартиросъемщика увезли в СИЗО. За какие прегрешения, не знают. Но ничего удивительного в этом не видят. Уже около 10 лет он ведет асоциальный образ жизни. Квартиру превратил в притон. Собираются много бомжеватого типа людей. Совершаются и преступления. В прошлом году убили человека прямо в квартире. Хозяина двухкомнатной квартиры зовут Михаил. По словам соседей, когда-то был неплохим сварщиком. После смерти родителей живет один. Нет запирающих устройств ни в двух дверях, никаких. Постоянно открыто. Здесь проходной двор ходит. Запах идет противный. Вонище такая, что невозможно. Сейчас квартира пустует и находится в открытом доступе. То есть получается, заходи, живи, кто хочет. Но мы, конечно, это делать не рекомендуем, потому что это противозаконно и могут возникнуть серьезные проблемы. По нашей информации, эта квартира муниципальная сдается в социальный найм. Мы тоже не имеем права сюда зайти без сопровождения. Такие полномочия есть у участковой и у управляющей компании. Но вот коридор можем показать. Впрочем, увидеть, что там за порогом, все же можно. Это фото и видео, снятые жильцами дома. Сюда заходили не раз. Пытались образумить соседа. Из-за него люди живут в постоянном страхе. Боятся отпускать детей одних. Боятся пожара, взрыва, газа. Пьянки, дебош какой-то. Мы постоянно, они здесь на лестницах у нас спят. Мы их постоянно выгоняем. Ну, это же невозможно просто. Санэпиденстанция должна заняться ими. Там они все кашляют. Я не знаю, что там вообще. Ну, ужас. Выбивают нам эти двери входные. Вырвали прям с корнем. Ну, мы же это все, где же нормальные люди живут. Здесь на подоконнике мы обнаружили никому не нужные квитанции. Читаем, кто собственник. Как та самая квартира. Долги по этим квитанциям уже около миллиона. То есть никто за коммунальные услуги из этой квартиры не платит. В управляющей компании о нехорошей квартире знают. Против злостного должника подали судебные иски. На этом все. Квартиру может проникнуть кто-то. Может там случиться что-то. Ну, это все-таки больше прерогатива участкового. Уже от них должна быть на церковь. Каждый на друг друга спихивает инициативу. И никто ничем не занимается. И люди мучаются годами. У управляющей компании не так много полномочий. В плане именно доступа в это помещение. Не было обращения официальных. Да. Соответственно, вот будет обращение официальное, мы займемся. Вам нужно от жителей? От жителей, конечно, заявление. По словам юристов, которые знакомы с подобными ситуациями, соседям нужно написать коллективное обращение к собственнику жилья. А это городская администрация. Только они имеют право лишить такого жильца муниципальной квартиры. Администрация города может обратиться в суд за выселением, без предоставления другого живого помещения, без предоставления другого живого помещения. Надо написать обращение к администрации города. Ну, можно написать на первого заместителя мэра города по городскому хозяйственному радованию Евгения ЧД, для того, чтобы для работы спустили там наше управление. Если не поможет коллективное обращение соседей, то останется только один выход. В случае, если никакие действия предприняты собственником не будут, в данном случае уже жильцы имеют право и возможность обратиться в прокуратуру, как орган, надзирающий за соблюдением законности, с той целью, чтобы прокуратура провела проверку законности действия либо бездействия собственника в отношении данного жильца, данной квартиры. В любом случае, у соседей решить вопрос быстро не получится. Выселение человека из жилья – одна из самых сложных процедур, даже если речь идет о нехорошей квартире.